Во-первых, я не люблю шить одежду. Я отучилась и понимала, что шить одежду я не люблю. Откровение модельера-конструктора, который распарывает одежду, чтобы сделать из нее утилитарные вещи для дома, как эта сумка. Она и не пачкает, с этой сумки уже, не знаю, около года, наверное. Вы ее носите регулярно? Это моя постоянная сумка, я в ней все ношу. Что в сумке у дизайнера? Бардак. Обычно, да, и булавки, и ножницы, и зарядки, и все, что угодно. Молоток даже был. Юля Тихонюк открыла студию пошива нестандартных вещей под заказ. Причем использует она в торсырье. Шьет из старых джинсов, постельного белья или мужских рубашек. Вот я сейчас вам покажу все, что я вам принесла, а вы уже решайте сами, да? И это и крупные заказы, и мини-проекты. От чехлов для кресел, лежанок для животных до детских одеял. Каждая вещь неповторима, удобной и практичной, их интересно разглядывать. Кажется, что это все придумано из головы, но нет, есть определенная последовательность, которую нужно соблюдать, и тем самым получается какой-то узор. Он получается непредсказуем. Чем я горжусь своей работой, вернее, что мне нравится, что меня вдохновляет в моем творчестве, это то, что каждая работа эксклюзивна. Я даже сама не могу ее повторить. Чтобы все было безопасно, ткань стирается при высокой температуре и дезинфицируется в сушильной машине. Получается, что заказчик платит практически только за работу, и это удешевляет продукт конечной стоимости. Я видела себя, работая как индивидуальный предприниматель, я видела себя, что у меня мое производство, я видела себя в творчестве, я видела себя в свободном плавании, поэтому мне нужна была материальная помощь. Бизнес-проект вырос из декретного хобби. Девушка написала бизнес-план и выиграла грант на покупку оборудования. Смотрите, две прямострочные машины, один оверлок, раскроенный стол, у меня еще стиральная машина, сушильная машина, у меня все вещи обрабатываются. Моя прелесть – это вышивальная машина, мы можем вышивать, мы еще ее изучаем. Кресло. Вот. Ну и, конечно же, различные материалы, то есть коврики для резки, ножницы. Сейчас у Юли работает еще два сотрудника. Вместе они берут заказы на пошив разных полезных вещиц. Но им катастрофически не хватает вторсырья. Такие вещи они готовы принять за будущую скидку на заказ. Я очень нуждаю в джинсе, джинсовой одежде, да, потому что мне больше всего нравится джинса. Она прочная, из нее можно изготавливать то, о чем я мечтаю – это бескаркасная мебель. Да, потому что из хлопка, сами понимаете, он не такой устойчивый к изменениям и не такой износостойкий. Бескаркасная мебель – это новый проект команды. Кресла, мешки, бэнкбэги, пуфики – такую мебель покупают игровые центры и кафе. Она годится для релакса, компактная и уютная. Скоро ребята начнут собственное производство. Удачи им!